Дорогие ребята, сдающие УГ по химии и также ЕГЭ по химии, и просто любители химии, мы продолжаем серию видеоуроков, где разбираем свойства основных классов соединений. Сегодня мы будем разбирать свойства гидроксидов. Гидроксиды это соединения, неорганические соединения, которые в своем составе содержат OH-группу. Это основания, амфатерные гидроксиды и также кислород, содержащие кислоты. Но помимо кислорода, содержащих кислот, мы также еще разберем свойства бескислородных кислот. И напоминаю, что эти уроки вы должны в обязательном порядке использовать для того, чтобы посмотреть, как какие реакции протекают в действительности в жизни, и чтобы раз и навсегда запомнить качественные признаки. Сегодня мы будем разбирать реакции ионного обмена, и наконец-то у нас будут красивые красочные осадки, которые мы будем или образовывать, или растворять в зависимости от химических свойств. И более подробно о свойствах гидроксидов вы можете узнать на моем годовом курсе Химфак ЕГЭ и также на моем полгодовом курсе Горелка, где мы с абсолютного нуля разбираем все, что нужно для успешной сдачи ЕГЭ по химии. Ну что, давайте начинать. И я предлагаю начать с оснований, потому что мы в дальнейшем сможем наше полученное основание растворять в разных кислотах. Основание можно получить при взаимодействии растворимых солей с растворимыми основаниями, или щелочами, или гидроксидом аммони. И первые свойства, которые мы с вами будем разбирать, это взаимодействие кислот с другими сложными веществами. Здесь мы с вами рассматриваем кислотно-основные реакции, мы помним, что вещества, проявляющие кислотные свойства, реагируют с веществами, проявляющие основные свойства, с образованием солей и воды. Давайте рассмотрим одну из самых базовых реакций, это реакция нейтрализации, взаимодействия кислот с основаниями. Возьмем гидроксид натрия и возьмем соляную кислоту и посмотрим, что у нас будет происходить. Несколько капель щелочи и добавим несколько капель соляной кислоты. Реакция наверняка протекает, потому что щелочи реагируют с кислотами с образованием солей воды, в нашем случае получается натрий хлор и вода, но данная реакция протекает без качественного признака. То есть мы ничего не видим с вами глазами, ни выделения газа, осадка или воды, а это у нас самые основные принципы, почему у нас протекает реакция ионного обмена. Давайте рассмотрим реакцию кальцию H2 с серной кислотой. Это тоже реакция нейтрализации. Посмотрим, будет она с качественным признаком или без. Добавим несколько миллилитров кальцию H2. И затем добавим серную кислоту. В нашем случае реакция протекает без качественного признака, без выделения малорастворимого сульфата кальция, потому что мы используем разбавленные растворы. Но если бы мы использовали насыщенные растворы кальцию H2, то мы бы наверняка увидели выделение белого осадка сульфата кальция. Теперь проверим свойства нерастворимых в воде оснований. Возьмем ферму СУ4 и сами приготовим ферму H2. Для этого к соли сульфата железа 2, который у нас немножечко подокислился за время стояния, добавим гидроксид натрия. В результате реакции мы видим выделение белого осадка, который очень быстро зеленеет, а в дальнейшем будет и буреть за счет окисления железа 2 ферму H2 до железа 3 ферму H3 кислородом воздуха. Давайте добавим к ферму H2 соляной кислоты или серной кислоты. Давайте добавим серной кислоты. В результате реакции мы видим, что ферму H2 в серной кислоте растворяется и наблюдается образование раствора феррум СУ4. В кислотах могут растворяться не только нерастворимые основания, но и также амфотерные гидроксиды. Это одно из их свойств. Амфотерные гидроксиды проявляют двоякие свойства в зависимости от того, с чем они реагируют. Если они реагируют с кислотными веществами, проявляющие кислотные свойства, то они ведут себя как основание и будут образовывать соли соответствующей кислоты. Давайте возьмем раствор хлорида алюминия. Добавим несколько миллилитров. К раствору хлорида алюминия мы добавим щелочи, но обязательно недостаток, потому что в избытке щелочи у нас алюминиевый H3 растворится. Мы наблюдаем образование белого гелеобразного осадка. И теперь к этому белому гелеобразному осадку добавим несколько миллилитров серной кислоты. Перемешаем. Алюминиевый H3 растворился с образованием также соли и воды. Это подтверждает то, что и амфотерные гидроксиды реагируют с кислотами. Но такие реакции желательно проводить именно с сильными кислотами, потому что сильные кислоты реагируют с любыми основаниями, что растворимыми, что нерастворимыми, и также с амфотерными гидроксидами. Следующее свойство – это то, что более сильные кислоты реагируют с солями менее сильных кислот. Давайте рассмотрим реакции ионного обмена, протекающие с выделением газа. Возьмем раствор карбоната. В нашем случае это будет карбонат натрия. Добавим несколько миллилитров. И к раствору карбоната натрия добавим серной кислоты. В результате реакции наблюдается выделение бесцветного газа без запаха, СО2. И эта реакция возможна благодаря тому, что карбонаты – это соли слабой угольной кислоты, а серная кислота более сильная. Реакции возможны не только с солями более слабых кислот, но и также с солями сильных кислот в случае, если у нас выделяются осадки. Давайте проверим это свойство. Возьмем соли бария. У нас нитрат бария. И добавим несколько миллилитров в пробирку. К нитрату бария добавим серную кислоту. Кажется, что нитрат бария – это соль сильной кислоты. Серная кислота тоже сильная кислота. Наверное, реакция не будет протекать. Проверяем. Реакция идет с выделением белого осадка бария СО4, который не растворяется абсолютно ни в чем. И поскольку это осадок сильной кислоты, то реакция протекает до конца. Подобную реакцию может вступать не только к соли бария, но и также к соли серебра, потому что у серебра есть осадки, образованные сильными кислотами. Возьмем нитрат серебра. Добавим несколько миллилитров нитрата серебра в пробирку. И к нитрату серебра добавим соляную кислоту. В результате реакции выделяется белый творожистый осадок аргентум хлор, который тоже не растворяется в сильных кислотах, потому что это уже осадок, который образован сильной соляной кислотой. Одной из самых главных качественных реакций ноктиона и металла это взаимодействие растворимых солей со щелочами. И по цвету образующегося основания мы можем понять, какая соль у нас была в пробирке. Давайте осуществим эти качественные реакции. И первая реакция, с которой мы начнем, это взаимодействие сульфата меди со щелочью. Добавим раствор сульфата меди в пробирку. И добавим несколько миллилитров щелочи. В результате реакции выделяется голубой гелеобразный осадок купруму аж дважды. И по цвету осадка мы понимаем, что это точно купруму аж дважды. Поскольку купруму аж дважды это основание, то оно может растворяться в кислотах. Добавим серной кислоты, и мы наблюдаем растворение этого вещества. И обратно у нас образуется соль меди. После предыдущих реакций у нас остался такой красивый раствор хлорида кобальта. Давайте посмотрим, какого цвета у нас будет кобальту аж дважды. Кобальту аж дважды не встречается в заданиях ЕГЭ, но он очень красивого цвета. Давайте проверим. В результате реакции у нас выделяется такой синий-фиолетовый осадок кобальту аж дважды. Также после предыдущих видео у нас остался раствор хлорида никеля, который мы получили при взаимодействии никеля с соляной кислотой. Давайте проверим, какого цвета никелю аж дважды. Как и кобальту аж дважды, эти цвета осадков не встречаются в ЕГЭ, но это очень красивые осадки. Никелю аж дважды это зеленый гелеобразный осадок, и да, он наблюдается снизу, не прореагирующий никель, но сверху осадок гидроксида, который также может растворяться в кислотах. Давайте проверим при добавлении серной кислоты. Да? Плюс ко всему у нас еще начинается более бурное выделение водорода за счет взаимодействия никеля с кислотой неокислитием. Теперь рассмотрим осадки гидроксидов, которые встречаются в ЕГЭ. Возьмем хлорид железа-3 и добавим к нему несколько миллилитров щелочи. В результате реакции выделяется характерный бурый осадок ферруму аж трижды, ампатерного гидроксида, который, как и любые другие гидроксиды, может растворяться в растворах кислот. Давайте проверим его отношение к раствору серной кислоты. При добавлении серной кислоты ферруму аж трижды растворяется с образованием окрашенного желтого раствора солей железа-3. Следующая качественная реакция – это взаимодействие солей серебра с щелочью. Кажется, что идет обычная реакция ионного обмена, и в результате получаются новое основание и новая соль. Но не тут-то было. Давайте проверим, что у нас будет образовываться. К нескольким миллилитрам аргента внутри добавляем гидроксид натрия. В результате реакции выделяется красивый коричневый цвет кофе с молоком осадок. И это не осадок аргентумуаж. Аргентумуаж – это неустойчивое основание, которое разлагается на аргентум-2О и воду. Это качественный признак, и по нему мы понимаем, что в пробирке у нас точно были соли серебра. Аргентум-2О, поскольку это основный оксид, он будет растворяться в кислотах. Давайте добавим к аргентум-2О соляную кислоту. В результате у нас один осадок перешел в другой осадок. Коричневый перешел в белый. Аргентум-2О растворился, но образовался белый нерастворимый аргентум-хлор. Ну и последняя качественная реакция – это на соли аммония. К сульфату аммония добавим щелочь. На первый взгляд кажется, что никакого качественного признака в данном случае нет. Если аккуратно понюхать то, что образуется в пробирке, то можно почувствовать характерный запах аммиака. И это качественная реакция. Соль и аммония со щелочью дают газ аммиак. Но поскольку аммиак имеет довольно-таки хорошую растворимость в воде, то какого-то бурного выделения газа в данном случае мы не наблюдаем. Но наблюдаем очень характерный запах, который мы чувствуем, когда нам становится плохо. Запах нашатырного спирта. Давайте с вами вспомним еще одно очень важное свойство кислот. Это то, что они не реагируют с сульфидами тяжелых металлов. Сульфидами меди, свинца или серебра. Давайте получим с вами сульфид меди при взаимодействии сульфата меди и сульфида натрия. Выделяется черно-коричневый осадок Купрум-С и такого же цвета осадки Плюмбум-С и Аргентум-2С. К этому осадку мы добавим раствор кислоты неокислителя, серной кислоты. И посмотрим, будет ли растворяться Купрум-С. При добавлении серной кислоты ничего не происходит, потому что Купрум-С, хоть и соль слабой кислоты, но это крайне нерастворимый осадок. Поэтому реакции возможны только с кислотами и окислителями при нагревании. И это очень важное свойство для ЕГЭ, которое нужно запомнить. Из-за очень низкой растворимости сульфидов тяжелых металлов, их можно осаждать при взаимодействии растворимых солей, соответствующих металлов, даже с сероводородом. Будут выделяться осадки сульфидов меди, серебра или свинца. Давайте проверим, а сульфиды металлов до железа включительно будут реагировать с кислотами неокислителями или нет. Давайте получим осадок сульфиды железа-2 с помощью реакции ионного обмена между растворимыми солями. Для этого возьмем раствор хлорида железа-2 и раствор сульфиды натрия. Выделяется черный осадок феррум-С. Теперь к этому осадку мы добавляем раствор кислоты неокислителя, например, серной кислоты. И в результате реакции осадок растворяется и выделяется газ с характерным запахом тухлых яиц. И мы точно понимаем, что это был осадок сульфида железа. При перемешивании он окончательно растворяется. Ну и последнее это свойство амфотерных гидроксидов. Мы уже с вами доказали, что амфотерные гидроксиды, как нерастворимые гидроксиды, растворяются в кислотах. Ну и также они должны растворяться в растворах щелочей. Давайте проверим это свойство. Добавим несколько миллилитров сульфата цинка в пробирку. И добавим к нему раствор щелочи. В результате реакции выделяется белый гелеобразный осадок цинку аж дважды, который при добавлении избытка щелочи растворяется с образованием тетрагидрокса цинката. Для того, чтобы реакция прошла до конца, давайте перемешаем содержимое пробирки палочкой. Да, осадок растворяется, и это доказывает амфотерность цинку аж дважды. Проверим амфотерные свойства алюминию аж трижды. Добавим несколько миллилитров хлорида алюминия в пробирку. И затем гидроксид натрия. В начальный момент времени выделяется белый гелеобразный осадок, который, как мы уже доказывали раньше, растворяется в кислотах. Но при добавлении избытка раствора щелочи алюминия в трижды также растворяется, что доказывает его амфотерные свойства. Давайте перемешаем содержимое пробирки. В результате реакции получается тетра-гидрокса-алюминат. Не только щелочи способны реагировать с растворами солей, но и также водный раствор аммиака. Возьмем раствор сульфата меди-2. Добавим раствор аммиака. Сразу чувствуется очень характерный запах. В начальный момент времени мы видели выделение голубого осадка, но Купруму аж дважды способен растворяться в аммиаке с образованием аммиачного комплекса, такого красивого синего цвета. Образование аммиачных комплексов в ЕГЭ по химии на данный момент не спрашивается, но это очень красивая реакция. Для того, чтобы получить алюминию аж трижды, амфотерный гидроксид лучше всего использовать не раствор щелочей, потому что при малейшем избытке алюминию аж трижды растворяется с образованием тетрагидрокса алюмината, а лучше всего использовать водный раствор аммиака. Давайте проверим, алюминию аж трижды растворяется в аммиаке или нет. Для этого добавим несколько миллилитров хлорида алюминия и затем водный раствор аммиака. В результате реакции выделяется белый гелеобразный осадок и при добавлении избытка он не растворяется. Вы полностью можете осадить алюминию аж трижды с помощью этой реакции. Итак, мы разобрали с вами основные свойства гидроксидов, солей, оснований и также амфотерных гидроксидов. Осталось дело за малым. Вам нужно прописать все реакции, которые сейчас вы наблюдали. Пишите свои ответы в комментариях, чтобы свериться, и также я постараюсь дать вам обратную связь. А более полную теорию вы сможете найти на уроках химфака и также горелки по свойствам и способам получения гидроксидов. До встречи на следующих уроках. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!